Всем привет, с вами Каламакси Мбабал и это сравнение смартфонов Apple iPhone 4s и Prestigio Multifone 3404 Muse C3. Начнем сравнение их внешнего вида и начнем сравнение внешнего вида iPhone 4s. Скажу так, не сравнение, а поговорим о iPhone 4s. Это стекло, стеклянные вставки сзади и спереди и алюминиевая окантовка. Prestigio это пластик, пластик сзади рифленый, достаточно неплохо смотрится, устойчив к отпечаткам пальцев и царапит, но чего не скажешь о стекле iPhone 4s и глянцевая окантовка. Вот тут глянец и такой вот обычный пластик, но в чем минус такого материала корпуса в обзоре говорил, что когда вот так телефон держишь в основном пальцами, то они соскальзывают, то есть телефон соскальзывает. Это не очень здорово. Ну, iPhone в принципе тоже достаточно скользкий, так что в этом в принципе одинаково. По размеру дисплея 3,5 дюйма против 5 дюймов у Prestigio соотносятся телефоны, вот если их так положить в виде, насколько больше Prestigio. По миллиметрам это 142 миллиметра в высоту Prestigio против 115 всего лишь у iPhone. По ширине 58 у iPhone против 72 у Prestigio, вот видим как отличаются они. И по толщине 9,3 у iPhone против 8,8 миллиметра у Prestigio, видим что он тоньше. По весу, ну iPhone немножко легче, 140 граммов против 156 граммов, вот такие вот устройства. По элементам управления, сверху джеки для наушников, мы видим справа, справа-права, вот на правых граних. У Prestigio расположились кнопки включения и выключения устройства и кнопки регулировки громкости. Для айфона только слот для микросим карточки, на левых гранях у Prestigio нет ничего, айфона здесь кнопки регулировки громкости, а также ползунок минут. Снизу у него тристепиновый коннектор, динамик, микрофон. У Prestigio здесь только коннектор USB для зарядки. Задние торцы, вот тут у нас камеры, LED-вспышки, логотипы компании. И у Prestigio здесь находится еще прорезь для динамика. Спереди у нас тут датчики, фронтальная камера, у Prestigio еще здесь есть фронтальная LED-вспышка для освещения снимков на фронтальную камеру, что является таким небольшим плюсом по сравнению с айфоном. Айфонов такого нету. Так, что ж, разблокировали устройство. Android версии 5.0.1 используется в Prestigio. Обновлений еще пока никаких не приходило, но все работает плавненько. И iOS версии 9.0, по-моему, к 9.0.1. Сейчас мы посмотрим точно, я не помню, какая тут стоит об этом устройстве. Да, версия 9.0, просто не 9.0.1. Та, что немножко лаганая, лагает капслог, приводя в браузерной строке что-нибудь, чего-либо. Ну, что ж, сравним скорость загрузки интернет-страниц. Откроем сайт apple.com. А, в принципе, вот сразу есть. Apple.com. Одновременно, примерно одновременно нажал. iPhone загружает быстрее. Похоже, Prestigio заглючил. Как-то... Да, похоже на то. Ну, сейчас замеряем еще раз повторно. Скорость. Вот, например, по этой вот ссылке. Одновременно нажал. Тут Prestigio уже быстрее. Айфон вот только подгрузил сейчас. Вернуть вот таким вот образом. Что ж, теперь по самой работе в интернете. Зуминг на айфоне получше будет. Как-то на Prestigio вообще какой-то не зуминг. Как-то она вообще корявенькая. По скроллингу, ну, более-менее. Что в Prestigio, что в айфон. Но вот по зумингу вот как-то странно работает на Prestigio. И еще раз тест скорости, так скажем, контрольный. Prestigio загружает быстрее, похоже, страничку. Да, загрузил быстрее, причем значительно. Процессор тут, конечно, мощнее. По скорости работает... Сейчас мы тут все закроем на айфончике. Много чего открыто было. И попробуем все так же закрыть на Prestigio, что тут открыто не так уж и много. Вот теперь тест производительности. Откроем Geekbench 3. Синтетический тест на обеих устройствах. Насчет теста в интернете. Его тут уже кому как. Работать комфортнее на айфон. Но быстрее грузит Prestigio всякие веб-странички. Запускаем бенчмарк. Пока он запускается, я расскажу о технических характеристиках. Начну с айфона. Экран 3,5 дюйма. Retina, дисплей, IPS. Разрешение 640 на 960 точек. Процессор Apple A5, работающий на частоте 1 ГГц, двухъядерный. Оперативной памяти 512 МБ, встроенной 16. Из которых доступна 12,5. Камера 8 Мп, основная фронтальная 0,3 Мп. Prestigio это экран 5 дюймов, IPS-матрица, 1280 на 720 точек разрешения экрана. Процессор MediaTek MT6582M, работающий на частоте 1,3 ГГц, четырехъядерный. Оперативной памяти 1 ГБ, встроенной 8, из которых доступно примерно, ну там почти 4 ГБ. Плюс возможность разрешения SD-карточкой. Камера 8 Мп и фронтальная камера 5 Мп. И так, по всем характеристикам, кроме памяти, мощнее Prestigio. Сейчас будем смотреть по синтетике. А потом посмотрим по тяжелым играм. Это будет более объективно. Ну вот, ждем результатов. И, в принципе, тест будет идти еще, ну, достаточно долго, полторы-две минуты. И, думаю, пропущу, и вы увидите уже сам результат на этих устройствах. Закончился тест Geekbench 3. 215 баллов в одноядерном тесте против 364 баллов в одноядерном тесте у Prestigio. 409 iPhone, мультиядерный тест, 1191 Prestigio. Вот в полтора раза больше, чем в одноядерном тесте. И в два с половиной раза больше в мультиядерном тесте. Ну, вот такие вот результаты. Теперь смотрим по тяжелым играм. Запустим Dead Trigger 2. Сделаем это максимально одновременно. Вот, одновременно нажал, но на айфоне просто быстрее открылось. И посмотрим, как идут тяжелые игры. Одна и та же тяжелая игрушка на этих устройствах. Подгрузилась уже на Prestigio. Но на айфоне вот только сейчас загрузилась. И уже можем смотреть на то, как идет игра на Prestigio. Вот. Уровень графики минимум. Вот смотрите. Не детально прорисован асфальт. Нет такого эффекта влажности. Нет отображения зеркального в асфальте. Вот. Ну и прорисовка. Графики, конечно, не очень. Это минимальный уровень. Вот. Ну, по плавности, в принципе, неплохо. Пока никаких таких заметных глюков не было. Ну, вот только сейчас чуть-чуть. Ну, в принципе, с этим все отлично. Играть абсолютно комфортно. Теперь смотрим на то, как идет игра на айфоне 4s. Вот. Вот. По гаечным ключам уже видно, что на более высоком уровне здесь графика. И вот видите, зеркальное отображение на асфальте. Получше идет, чем на престижу от C3. Muse C3. Ну, и различные элементы графические от воздуха. Как жар от огня, который летает. Прорисовка различных элементов более детальная. Вот сейчас можно видеть эти летающие штуковины в воздухе. Это, конечно же, свидетельство о том, что на айфоне графика намного лучше. Ну, не намного. Тут средний уровень, а там минимальный на престижу. Вот. Так что на айфоне идет получше. И по плавности, может, даже чуть лучше идет на айфоне. Примерно так же. Но по графике, конечно, лучше на айфоне. Это был тест игр, который объективно выигрывает айфон. За счет оптимизации этой игры под свое железо. Что ж, теперь следующий тест. Тест камеры. Посмотрим, как устройство фотографирует на 8-мегипиксельную камеру у айфона. Это, да, 8-мегипиксельная iSight камера. И 8-мегипиксельная камера престижа. И сравним качество этих снимков. Что ж, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximobile. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Пока.